МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Волга Яццзе. Глава Чувашии принял участие в работе Совета по сотрудничеству субъектов ПФО и провинции Китая. Борщевик сжет. В республике борются с опасным растением. Туристический автобус в столице Чувашии тестирует новый экскурсионный маршрут. Реки дружбы слились воедино. Накануне в Ульяновске состоялось первое заседание Совета по сотрудничеству субъектов ПФО и провинции Китая. В его рамках было подписано немало соглашений. Новыми партнерами обзавелась и Чувашия. Какие перспективы сейчас открываются перед регионами обеих стран, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Сотрудничество регионов двух стран выходит на новый уровень. Первые договоры руководители субъектов Поволжья и губернаторы провинции Верхнего, Среднего, Течения и Реки Янзы заключили еще два года назад за круглым столом. За это время партнеры реализовали десятки инвестиционных проектов. Полномочный представитель президента страны Михаил Бабич отметил, что у регионов Поволжья и Поднебесной наметилось немало совместных планов. Будет развиваться география авиационных перевозок, продолжится работа по обмену студентами. Сегодня мы создаем ассоциацию вузов Приволжского федерального округа и Среднего и Верхнего, Течения и Реки Янзы. И это станет логичным продолжением той большой образовательной совместной программы, которую мы проводили в предыдущие три года. Мы рассматриваем повышение интенсивности нашей работы в сфере туризма. Здесь огромный потенциал. Отрасль туристическая в России на подъеме, и мы с удовольствием ждем наших китайских партнеров. На первом заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству гости из Поднебесной презентовали новые проекты. В Поволжье инвесторы из Китая планируют открыть заводы по выпуску криогенной техники, смарт-телевизоров и беспилотных самолетов. Член Госсовета Китайской Народной Республики говорит, что мощный стимул развитию двухсторонних отношений придаст и новый формат переговоров. Главной задачей Совета мы видим урегулирование стратегических вопросов в формате Волга-Янзы и координации действия отдельных сторон. Сотрудничество между двумя странами началось с нуля, переходя от малого к крупному. Есть и подтверждение в цифрах. В перечень инвестиционных проектов включен в общей сложности 181 проект, а в дорожную карту мероприятий в гуманитарной сфере включено 100 проектов. Инвестиционный проект планируют реализовать и в Чувашии. В ближайшие годы на базе Химпрома откроется цех по производству глифосата. По плану проекта мы к 2019 году планируем выйти на мощность 10 тысяч тонн с дальнейшим увеличением до 30. Реальный пример успешной реализации проектов и мы искренне желаем вам успехов на завершающем этапе реализации данного проекта. Глава республики отметил, что Чувашия заинтересована в расширении экономических связей с Китаем. За последние годы были подписаны соглашения о сотрудничестве с городом Чунцин и провинцией Сычуань. Жители Чувашии всегда проявляли большой интерес к Поднебесной. Не случайно Чувашской республике является родиной одного из первых крупнейших китаеветов 19 века Никиты Бичурина. В 2017 году исполнится 240 лет со дня его рождения. На совете у Чувашии появились новые партнеры. Глава республики подписал соглашение о сотрудничестве с вице-губернатором провинции Анихой. Подписали договоры о создании агропарка Чувашия Сычуань. На его площадях планируют выращивать овощи, разводить крупный рогатый скот и открыть крупный центр логистики. Стороны уже разработали бизнес-план. Есть предварительные намерения о размещении части в Марино-Посадском районе, в Козловке. Но, естественно, здесь необходимо соблюсти ряд формальностей. То есть зарегистрировать предприятие, обратиться за этими земельными участками. Сейчас мы будем вести переговоры с российскими партнерами о том, кто совместно с Китайской железнодорожной инвестиционной корпорацией заинтересуется реализацией совместных подпроектов. С вице-губернатором провинции Сычуань глава Чувашии провел рабочую встречу. Михаил Игнатьев отметил, что республика продолжит и дальше создавать благоприятные условия для инвесторов. Митрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика из Ульяновска. Сегодня делегация провинции Аньхой работает в Чубаксарах. В каком направлении будет развиваться дальнейшее сотрудничество, обсуждали в Доме правительства. Гости из Поднебесной уже встретились с главой республики и посетили музей Бичурина. В экскурсионном плане еще ряд социальных объектов республики. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, один из детских садов и центр китайской культуры в Чувашском государственном университете. Сегодня прошла и презентация потенциала Чувашии для деловых кругов провинции Аньхой. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Владимир Аврелькин отметил, одной из приоритетных задач республиканского правительства является привлечение иностранных инвестиций в экономику региона. Заместитель губернатора провинции Аньхой госпожа Люли уверена, сотрудничество с Чувашской республикой привлекательно для обеих сторон. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в республике проходит единый информационный день. Его тема – основные направления бюджетной политики Чувашия и изменение тарифов на коммунальные услуги. Особо были затронуты вопросы по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде. Кроме того, обсудили ход всероссийской сельхозпереписи и уборочной кампании. В 17 районах республики она уже началась. Сейчас работы ведутся почти на 300 тысячах в гектарах. Валовый сбор урожая – 9 тысяч тонн. Самая высокая урожайность отмечается в Батревском районе – 44 центни раз гектара. Одновременно с уборкой готовится почва посев озимых. На сегодня заготовлено 91 тысяча тонн сена. Это 127 процентов к плану. Жители Чувашии стали больше обращаться за госуслугами. В органы внутренних дел поступило почти 17 тысяч электронных обращений. Сотрудники МВД по Чувашии провели горячую телефонную линию по вопросам предоставления государственных услуг. А продиться в МВД, записаться на техосмотр автомобиля, оформить лицензию на охотничье оружие или заказать паспорт – все это можно сделать через единый портал госуслуг. МВД Чувашии перевело в электронный формат более 30 своих услуг. В полиции отмечают – очереди сократились в разы. Немало поступило и телефонных запросов. Наиболее часто звонившие интересовались получением справки о судимости, порядком оформления загранпаспорта и заменой водительского удостоверения. В Чувашии появилось опасное растение – борщевик. Долгое время республика не входила в ареал его распространения. Чем опасен борщевик и как с ним бороться, выясняла Юлия Важенина. Борщевик – кто не слышал об этом растении? То ли трава, то ли дерево, то ли биологическое оружие. Некоторые считают его мутантом, выведенным учеными. Городских жителей борщевик заботит мало. Все о нем что-то слышали, но что это за зверь и чем он так опасен, знают лишь единицы. Но попробуйте отъехать от Чебоксар на несколько километров, и вы увидите огромные колонны гигантской травы, отдельные особи которой достигают до трех метров в высоту. Отличительная особенность таких исполинов – это огромные белые зонтики на макушках. Это и есть борщевики. Кстати, существует даже легенда, что в народе их прозвали «месть Сталина». В России борщевик появился еще в прошлом веке после Отечественной войны. Говорят, узнав, что в Северной Америке он является ценной кормовой культурой, и Сталин лично приказал разводить его повсеместно. Из сорняка борщевик превратился в культивируемое растение. Однако местным животноводам это не понравилось, поскольку молоко коров, потребляющих борщевик, отдавало горечью. К тому же выяснилось, что растение ядовито. В нашей стране разведение борщевика почти забросили. Но было уже поздно. Гигант вырвался на свободу и начал завоевывать территории, размножаясь сам по себе безо всякого контроля. Так, некогда культурное растение всего через 30 лет стало совершенно диким и неуправляемым. Теперь этот процесс клянут уставшие бороться с ним обыватели, а биологи изучают как интереснейший пример завоевания территорий. «Ну что надо делать с ним? Надо бороться. Во-первых, если единичное у вас растение, надо его с корнем убрать. То есть, что интересно, этот борщевик, если он один раз зацвел, обсеменился, он погибает. То есть растение погибает, он в жизни один раз цветет только. Если мы в этом году, например, вот увидели, борщевик растет, мы его взяли, скосили. Борщевик так говорит, надо пересидеть. Раз мне голову отрубили, я пересижу, я не погибну. Пока не зацветет, он может год, два, три, можно его косить, он будет сидеть, ждать. Но как зацветет, как семена осыпет, то погибает. «Гераклиум» – это латинское название дал борщевику Карлиней в честь древнегреческого героя за силу и мощь. А вкусное название этого растения еще больше подогревает байки о том, что современный борщевик – мутант. Мал, раньше борщевик ели, а теперь и подойти страшно. Действительно, ели – отсюда и название, только не все борщевики одинаковы. Например, от борщевика сосновского лучше держаться подальше. Содержащиеся в растении кумарин и эфирные масла способствуют образованию ожогов при прикосновении. Наибольшую опасность борщевик представляет в летнее время. Сильная аллергия может быть вызвана запахом, пыльцой и соком ядовитого растения. Известны случаи, когда люди получали токсические отравления. Опасен сок и при попадании в глаза. Так велик шанс наступления слепоты. Интересно, что именно блондины и блондинки наиболее восприимчивы к яду. Если произошел контакт с растением, то, конечно же, необходимо принять сочные меры. Первое – это промыть пораженные участки тела проточной водой, чтобы смыть вот эти эфирные масла и кумарины, то есть эти отравляющие вещества. Обработать кожу спиртом или спиртоводочными изделиями, чтобы безвредить, обезжирить кожу. Но в любом случае необходимо постараться обратиться к врачу. Но и следует помнить, что ожоги, поражение кожи и воздействие от воздействия борщевика развиваются не сразу, а через несколько часов, через несколько дней. И поэтому, несмотря ни на что, даже если нет этих ожогов, кожу нужно обрабатывать. Запущенность полей в последние 15-20 лет дали борщевикам невероятный шанс освоить пахотные земли. И не только. Легко размножаясь семенами с их хорошей летучестью, борщевики быстро распространяются вдоль дорог, заходят в леса и заросли кустарников. В Кировской и Московской области есть целые плантации гераклиума. А вот чуваши с ним борются настолько активно, что наша съемочная группа с трудом отыскала одно растение. Остается надеяться, что так будет продолжаться и дальше. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Увидеть все и сразу. В конце июля в столице Чувашии начнут курсировать экскурсионные автобусы и троллейбусы. Наша съемочная группа побывала на одном из тестовых выездов и узнала, какие достопримечательности Чебоксар включены в маршрут. Речнок порт для старта экскурсионного маршрута выбрали не случайно. В течение лета множество туристов прибывают в наш город по Волге. Для них установят специальный информцентр. За 45 минут поездки автобус сделает пять остановок. На каждой из них гостей встретят аниматоры и экскурсоводы. Во время передвижения будет работать аудиогид. Этот тур-маршрут рассчитан и как на жителей города Чебоксары и республики в целом, так же и на тех гостей, которые прибывают к нам в течение всего года. Потому что маршрут интересен, он уникален. В рамках этого маршрута у нас уже разработаны комплексные обучающие программы. Это будет дополнительной возможностью и туристам, и нам, наверное, по-новому войти в историю, узнать историю того края, где мы живем и родились. Маршрут составляли историки и экскурсоводы. Во время пробной поездки организаторы вносили необходимые коррективы, уточняли детали, согласовывали факты. В частности, было дополнено о том, что история города, она начинается не с 1555 года, а гораздо раньше, что город наш возник как булгарский, как булгарское поселение, возможно, еще в 13 веке. И легенда была приведена, которая подтверждает это. В столичной администрации отмечают, к старту экскурсии все упущения и недочеты исправят. Кстати, на маршруте будет курсировать два автобуса с 10 утра до 9 вечера. Так что оценить новый вид образовательного туризма сможет любой желающий. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сразу после нашего информационного выпуска смотрите программу «По существу». Гость студии – депутат Государственного совета Чувашии Владимир Михайлов. Речь пойдет о благоустройстве Новочебоксарска. А я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин